Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Опять возвращаясь к Рамиле Шамсудинову, я хочу сказать, что когда все это случилось, спросили у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, что об этом думает Кремль официальный. Ну, понятно, что спрашивают, что об этом думает президент. И Дмитрий Песков сказал, что это не входит в компетенцию Кремля, и Кремль считает, что это вообще частный случай, и, так сказать, не собирается никак это комментировать, потому что это не входит в компетенцию Кремля. Вот у меня вопрос. Есть и армия, да? Солдаты там, все подряд. И есть главнокомандующий. Вот главнокомандующий армии. Кто это у нас главнокомандующий? Президент это одно лицо, правда? То есть есть министр обороны, который отвечает за профильное ведомство, за все то, что происходит, понятно. В нормальной, еще раз говорю, цивилизованной стране министр обороны после такого давно бы уже ушел в отставку, что срочник заявил об об угрозе изнасилования и расстрелял 8 человек, да? Ну, еще раз говорю, я считаю, что в нормальной стране цивилизованной давно бы уже человек ушел в отставку. У нас там один Сердюков тогда одно, он теперь возглавляет институт, Шойгу, это, в общем, значит, но меня поразило больше всего, когда Песков сказал, что это не входит в компетенцию Кремля. Как так может быть? Если наш президент, он является главнокомандующим силами, да, грубо говоря, там, армии, да, главнокомандующей армии, и он принимает парад, военный парад, да, тогда кто должен, если Кремля, если случай расстрела 8 человек в армии из-за угрозы изнасилования, издевательств, там, дедовщины, не в компетенции Кремля, тогда главнокомандующему, я считаю, надо перестать принимать парад просто 9 мая, понимаете, в чем дело? Когда ходит перед ним армия, потому что получается тогда говорить хвалебные речи, мы гораздо, да, а копаться в дерьме, извините за выражение, которое происходит в системе, никто не хочет руки марать, да, просто спустить на тормозах и все, потому что они понимают, что дай какую-то, там, оценку или еще что-то, то ты заденешь либо министра обороны, да, тогда надо в отставку отправить, либо надо оправдать, и тогда, грубо говоря, ты настроишь себя против общества, против себя, хотя оно и так уже настроено, но вопрос в другом, меня возмущает вот это, понимаете, что мы не будем давать оценку, это частный случай, как по частным случаям, если мне приходят письма, подписчики пишут, что прошли через разные издевательства, что дедовщина есть, она процветает, и, значит, благодаря Шамсудину мы узнали об этом во всем, что в этой закрытой системе, даже комитет солдатских матерей посыпался там, вдруг это, значит, глава солдатских матерей, еще раз говорю, уже даже все члены солдатских матерей, комитет не поняли, что он начал говорить, что это из-за видеоигр, дедовщины в армии нет и быть не может, и, значит, надо закрыть интернет вдруг, вот эта навязчивая мысль власти закрыть скорее интернет, скорее закрыть интернет, чтобы не было вот людей, которые, так сказать, чтобы можно было хоть где-то хоть что-то сказать, понимаете, то есть сделать, у нас демократическое общество, я не понимаю, или нужно сделать рабов, которые будут сидеть, молчать, так сказать, и, ну, Северную Корею давайте сделаем тогда уже, прямо объявите, что Конституция России больше не действует, свобода слова не действует, ничего не действует, понимаете, в чем дело? Вот у меня вопрос, главнокоманд, как вы считаете, вот расстрел восьми человек в армии находится в вопросах ведник главнокомандующего армии или нет? Если нет, тогда я встаю, все, я ухожу, потому что с моей точки зрения, первый, кто должен был высказаться, главнокомандующий армией об этом инциденте, прямо открыто в прессе, что случилось такое, страшный инцидент такой, понимаете? И, ладно, не высказались, да, там напрямую, но когда задают вопрос, и когда есть запрос у корреспондентов, у общества, да, корреспонденты отразили в данном, в данном вопросе запрос общества, сказать, что это мы не будем комментировать, это частные случаи не входят в компетенцию Кремля, да пусть тогда парад 9 мая не входит в компетенцию Кремля, еще раз говорю, вот объясните мне, как главнокомандующий страны, армией страны, в его компетенцию может не входить то, что происходит в армии, в частности, такие вопиющие случаи, такие трагедии, я не понимаю этого, объясните в комментариях, напишите ваше мнение, подписывайтесь, если нравится канал, всем пока, ребят, до встречи!